МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На прошлой неделе страна, можно сказать, в едином порыве, выбирала светалисман олимпийских игр в Сочи. Победили леопард, медведь и зайка. Хотя каждому олимпийцу ясно, это должны были быть Филипп, Максим и, конечно, Алла. Это было бы честно. Правящий эстрадный тандем и примкнувший к ним зайц. Мы навсегда с тобой вместе, зайка моя. Ее изнурительную многолетнюю гонку под прицелом телекамеры за простое и понятное право быть счастливой вряд ли выдержит олимпийский чемпион. Так человек устроен, народ, как бы он ни жил. Хорошо он будет жить, он все равно будет интересоваться, кто на ком женится, кто с кем развелся. Свистящий шепот коллег за спиной пересуды врагов и завистников. Люди же добрые в кавычках. Да мы уже всех повычеркивали, в принципе, людей, которые могли бы завидовать. Я берегу тех людей, которые могут до смерти завидовать. Мне их жалко. Непростые на первых порах отношения между дочерью и новым избранником. А вы к Максиму как обращаетесь? Просто по имени? Ну, конечно, папа. Столько их было, знаете, папа в моей жизни. Естественный и понятный страх. Как все это объяснить любимым внукам? Я хотела, чтобы Никита не видел внук. Опять какой-то там размолк. И, конечно, ревность Филиппа, когда казалось, вот-вот прольется чья-то кровь. Фу! Это и угрозы были, и что умру, или покончу с собой. Я говорю, давай-давай. В том сражении линия фронта проходила прямо через ее сердце. И это была битва за счастье Примадонны. Примадонна и ее долгая дорога к счастью. Где проходило тайное венчание Максима и Аллы. Как Кристина Арбакайте примирилась с Максимом Галкиным. Правда ли, что на его месте должен был быть Басков? Откровение третьего лишнего. Как смирился Филипп Киркоров. И кульминация исповеди Примадонны. Что она думает о той, кто будет с Галкиным после нее? Примадонна. Битва за счастье. В самой откровенной премьере года. Смотрите прямо сейчас. Про шоу-бизнес принято говорить сплошное свято-представление. Ничего святого. Даже самые близкие не знают, как долгие годы Пугачева отмаливала свои грехи. Я долго просил прощения. И вот за то, что я венчалась, и потом развенчивалась. И я и каялась, и исповедовалась, и все. И вот мне вот дали такое утешение. Просто удивительное совпадение. Сенсационное совпадение отыскала бульварная пресса. Без меня меня венчали. Нашлись даже свидетели. Некая Алина Райт. Пугачева разговаривала со священником. Слышала, что говоря о Максиме Галкине, Алла Борисовна сказала священнику, он мой муж от Бога. Она имела в виду, что они с Максимом уже прошли обряд венчания. Что, неужели опять? Венчаться второй раз не слишком ли даже для царицы эстрады? Алина Райт утверждает, обряд проводился в тайне. Но любой может себе представить, как это было. Достаточно вспомнить первый раз. Я не знал, не гадал, не повел бы я, Что теперь ты со мной, и ты жизнь моя. Милый мой, дорогой, как тебя не любить? Я хотела бы с тобой до конца жизни быть. Для армии поклонников эти кадры решили всё. В салоне модельера Юдашкина Бугачёва выбирает свадебное платье. Ну, хотите, чтобы вы свадьбу сыграли? Ну, давайте, мы её сыграем. Давайте я примерю там свадебное платье. А после этого их и вовсе обвинчали. Сначала народная молва, а потом и популярные таблоиды. Обручают хороба Божьего Алла. Таинство венчания произошло на Святой Земле, в соборе русской духовной миссии в Иерусалиме. Алла Борисовна в белом платье, в пол и элегантной шляпке с перьями. Филипп, как будто с концерта. Злопыхатели тогда шипели. Помолвка в Москве. Свадьба в Санкт-Петербурге. Свидетельство о браке вручает лично Собчак. Желаю вам счастья. Шоу «Моск ООН». Кульминацией свадебной церемонии стала мистерия в Иерусалиме. Бог исправил мою ошибку. Он меня сначала наказал Киркоровым, прилично так наказал, что нельзя так делать, так как я поступила. Все в шутку так. А, любишь женись? Давай. А чего? Такое состояние было. Давай, пожени. А так нельзя делать. Венчал их отец Марк. Не то, чтобы против воли. Когда пришло ее импресарио в русскую духовную миссию, когда я там нес послушание, я сказал, знаете, у Аллы Борисовны уже не один брак, поэтому для того, чтобы решить ее вопрос, нужно обращение к археи. Их благословили на самом верху. Из Москвы дали добро на венчание. Они вышли на священную патриарху Алексею, и потом он сказал, что они возражают. Интересная деталь. Венчали их по первому чину только благодаря Филиппу. Поскольку это был первый брак, то мы венчали их по первому чину. Тогда был Израиль. А теперь где? Я увидела Аллу Борисовну в церкви города Баден-Бадена, куда у нас ходят все русские православные. Там она говорила о Галкине со священником. Чтобы установить истину, придется отправиться в Южную Германию. Курортный городок Баден-Баден. Православный храм, преображение Господня. Когда-то сюда приезжали наводы, русские императоры и великие князья. Теперь мифическая Алина Райт именно здесь видела Пугачеву вместе с отцом Меодрагом. Есть такие люди, которые я здесь венчал из Москвы. Именно не буду говорить. Это действительно высокие люди. Неужели тайное венчание ради всего святого? Да или нет? Не добивайтесь этого. Нет, принцип мой не говорить. Она сама может говорить, если хочет, но умеет. Отец Меодраг свято хранит тайну исповеди. Но то, что Пугачева действительно приезжала сюда, не отрицает. Разговаривала со мной, да. Но напишите то, что она сказала. Как эти газеты, которые писали. Это просто ложно писали. А что написали? Написали, что вот она исповедовалась. Это действительно она исповедовалась. Но потом, как будто мне это сговаривали здесь. А какой-то вот в третьей особо слышала, что на том, о каком-то гаде говорили, в третьем, четвертом или нет. Что это ложь. Абсолютно была ложь. Внимание, вопрос. Ваше венчание с Аллой Борисовной, вариант А. Правда? Б. Ложь. В. Ложь, да в ней намек. Венчание – это серьезный обряд, связанный с религиозными традициями. И если Аллой религиозный человек, то я нет. Поэтому пока что об этом речи нет. Венчание? Серьезно? Оно уже было? Какая прелесть. Два года назад. А почему в Баден-Бадене? Вот видите, как они все придумывают. Да, придумать можно даже тайное венчание в Баден-Бадене. Но любовный треугольник придумывать не нужно. Это классика жанра. Особенно, когда с третьим лишним прожито 10 лет. Перегорели мои предохранители. И вот тогда вот это вот все и произошло. Но он переживал, было видно. Как любой нарцисс, о чем вы говорите. Что это и угрозы были, и что умру, или покончу с собой. О том, как переживал Филипп Киркоров, когда понял, что теряет любимую женщину, и его зайка, больше не его, хорошо знают в тусовке. Мы все понимали, что что-то происходит в шоу-бизнесе, все друг другу что-то пересказывают, рассказывают. Уже не поймешь, где пиар, где чувства. В этот раз это был не пиар и не шутка. Король поп-сцены не находил себе места. Помню эти моменты, когда об этом больше всего говорил Филипп. Он очень переживал. Он старался как бы скрывать и держаться молодцом на высоте. Но один на один с Примадонной держаться молодцом не получалось. Я могла быть такой характером сильной, то хабалкой, то вдруг какой-то устремленной, целеустремленной. Убежденный, с глазами, такими волевыми. Возможно, именно с таким взглядом встретились глаза Филиппа, когда он в сражение за сердце Примадонны прибег к последнему средству, угрозив ему биться. Я говорю, давай-давай. Я прекрасно знал, что этого не будет, и поэтому, я говорю, знаешь, меня это уже не остановит, ничего не остановит. Он это, конечно, переживал, но переживал не из-за того, что меня теряет, а из-за себя любимого. Казалось, железная непреклонность Примадонны не оставила ему шансов. После такого хоть в петлю лезь, но, слава богу, обошлось. Когда уже было понятно, что конец, до последнего была мысль, что не помирится. И он тут реально переживал, мы очень много сидели и об этом говорили. Вот это правда. Он и злился, и расстроен был, и размазан был. Думаешь, все знаешь про нее, про эту женщину. А так задумываешься и понимаешь, что не знаешь ничего. Она настолько разная всегда. Она всегда такая непредсказуемая. И она меняется на глазах. Мне было легче в жизни, потом, снимая эту маску, оставаться той, которая есть на самом деле. Я даже сейчас не могу быть, потому что камера на меня направлена, я не могу быть той, которую знает Максим. Про Максима много писали, еще больше приписывали. Дескать, увел Примадонну у Филиппа. В прах разметал ячейку общества, основу государства. На тот момент, наверное, отношения между ним и Аллой были уже такими, что я не воспринимал себя как разлучника. Прогуливаясь по Берлину, он говорит, соперник капитулировал раньше времени. Алла ушла не к Галкину, она ушла от Киркорова. Личные отношения всегда имеют две стороны. И говорить, вот добивался ли я бы чувства женщины, если бы она продолжала испытывать чувство любви к другому человеку, сложно сказать. Потому что, наверное, я все-таки, говоря что-то или делая, я все равно жду ответной реакции. Была бы эта реакция, если бы были другие чувства? Я думаю, что нет. Молодой юморист к роли громоотвода относился с иронией холодного философа. Однажды он бросил невзначай. Я даже к мужу твоему привык. Каждую выходку сорокалетнего сорванца он превращал в эстрадный номер. Мы с Пугачевой живем в доме на Филипповском переулке. Да, рок судьбы. Киркоров тут же переселился в этот же дом. Слава богу, у него другой стояк. Вот. И... В коммунальном смысле, ну... Макс прекрасно видел, что мы не живем вместе, потому что я жила отдельно. И он, извините, приходил ко мне, а не к нам к Филиппу. Ну, я жила отдельно. Я ушла из дома, и все, я жила в гостинке. Это теперь намучительный вопрос. Кто виноват? Киркоров отвечает, я. А тогда во всем виноватой оказалась розовая кофточка. Что, взяла и ушла? Да нет, он просто избалованный парнишка. Я его знаю с детства как раз. Ну, не с такого уж прям совсем детства, но... Где-то ему было лет 11-12. Он, конечно, абсолютно избалованный. Это и беда, конечно, и его личная. Он это прекрасно понимает, но ничего с собой не может сделать. Вот это вот болезнь такая, нарцисса. Кто у нас человек-праздник? Киркоров? Человек-праздник. Ну что ж, меня очень устраивает этот титул, это звание. И считаю, что я со своими обязанностями человека-праздник справляюсь. Очень хорошо, простите за нескромность, но мне кажется, что лучше меня никто не справляется. Еще до развода и это завидное качество дарить людям праздник станет поводом для шуток. Филипп находится в Монголии, но тогда еще Филипп был законным мужем Аллы Борисовны. Мы позвонили двумя голосами, но сначала я начал, сказал, что я Алла Борисовна, и Киркоров так, а Лусик там, типа... А потом я говорю, да ладно, я пошутил, в общем, я говорю, мы прикалываемся, ну, я говорю, сейчас трубку дай Алле Борисовне. И Галкин берет трубку, не знаю, что говорил Киркоров, ему Галкина вытянулось лицо, и потом он говорит, ну, перезвонили через час. Но через час Киркоров позвонил и нарвался на сонную Примадонну. Одному Киркорову известно, каково это смотреть официальную хронику счастья Пугачева и Галкина. Кажется, он будет снимать до последнего вздоха. Нет времени остановиться и перевести дыхание. Каждый их выход в свет – сенсация. Каждое слово – эксклюзив. Главное, не снимайте. Заметьте, это не гламурная Москва, а патриархальный Псков. Май 2010-го. Они приехали на экскурсию в храм, но поклонники встречают их, как паломники. Так было от сотворения мира. Толпа жаждет хлеба и зрелищ. В тот день в провинциальном супермаркете это было эффектное шоу. Примадонна выбирала тапочки для дома и кое-что в дорогу. Теперь уже все привыкли видеть их вместе. А в начале нулевых каждое совместное появление читы Пугачевых-Галкинах становилось сенсацией а-ля Рус. Даже если это не просто видео, а художественный клип, публика еще не знала, что они уже читают. И даже не догадывалась, какие страсти кипели за кадром. Поэтому все, что она делает, она такой гениальный режиссер. Она сама себе придумала. Вот она придумала эту историю и ее осуществила. Она режиссер-постановщик. Светская львица Ирина Миронова и сама режиссер. По ее драматургии Максим Галкин для Пугачевой лишь ловкий режиссерский ход. Очередная ее придумка с Максимом. Она создает себе жизнь ту, которую хочет. Трудно отделить это от ее реальной жизни. Легко было Максиму говорить о петь. Ну, он упрямый, конечно. Упрямый. Нет, ну что он? Я говорю, да пригодится. Давай такая песня смешная. И у нас так как-то пошло с этой песней, что если мы поем вдвоем, то есть элемент самоиронии, чтобы не всерьез. Короткометражка «Будь или не будь» – ее Мироновый рук дело. Первый раз они сделали это у нее на глазах. В подвале, который оборудовали подсъемочный павильон. «Будь или не будь» – «Делай же что-нибудь» Это был 2001 год. Почти 10 лет. Почти 10 лет, да. 10 лет назад. Боже, боже. Первый совместный клип Пугачевой и Галкина. Она скромно называет «картиной». Это действительно картина. Вообще все, что она делает, это картина, мне кажется. Из своей интимной жизни, частной. «Я тебя люблю, ты моя мечта». Нет, мы с тобой громоотводы, кафешка. Это такой определенный стиль музыки, определенный такой жанр. Ироничные дуэты любовные. И оно подходит и к моему жанру, и к его жанру. Редко, но метко поем. Любаша, автор слов дебютной песни Аллы и Максима, до последнего не знала, кого Примадонна выберет себе в пару. Песня была написана еще до того, как я познакомилась с Максимом Галкиным. И вообще Алла Борисовна попросила песню для дуэта, что она будет петь с одним очень талантливым молодым человеком. И заинтриговала, не сказала, с кем. О, ну, я думаю, что Алла Борисовна может покорить кого угодно. В этой женщине есть все. Поговаривали изначально, на главную роль рядом с Примадонной планировался Басков. Клипмейкер Миронова тоже намекает на того, кто мог бы стать Максимом Галкиным. В кадре они действительно смотрелись великолепно вдвоем. Отчего не скажешь про наши салочки и другие попытки снять ее с другими партнерами. Я очень долго добивался, чтобы в моей автобиографии появился дуэт с Аллой Борисовной. Она долго отнекивалась, отнекивалась. Так уж вышло, что в России только два человека по-настоящему фантастически популярны. И фамилии у обоих начинаются на Пу. Так что поколение Пу должно смириться. Если Пугачева сказала Галкин, значит Галкин. Нет. Это потом уже Басков все ходил. А со мной? А со мной? А со мной когда? Я говорю, здрасте. Чего это я буду со всеми тут петь? Скажите, какая разница, кто рядом в кадре? Весь фокус в том, что на экране у Примадонны все как в жизни. И если кто-то появился, значит неспроста. Она умеет любить так, как мало кто умеет любить. Во-первых, это жизненный опыт. Это большой творческий путь. И она не скрывает свой возраст. И поэтому мы понимаем, что этому чувству она отдается без остатка. На день рождения спела какую-то песню с ним, значит. Ой, что ж. И не помню даже, как это. А, давай что-то дружить вместе. Ну вот. Сейчас он ее поет один. То есть, собственно, это ему и надо было. Хитрый Басков. Я не сопротивляюсь. Еще бы. Делай все, что захочешь. Ага. Тебя добиться пытаюсь. А ты глазки мне строишь. Я. Пасков разочарованно вздыхает. Какое могло бы быть слияние активов? Его золотой голос и мультиплатиновый Пугачевой. Клан, ну, может быть. Клановость, она никому никогда не мешала. Ну, у нас всегда люди любят окончание сюжета. Обязательно салат Оливье. Платье. Может быть, Аллу Борисовну хотят увидеть платье невесты с фатой. И снова здравствуйте. Ой, блядь. Я вот рассказываю про Аллу Борисовну. Не живет. 10 лет совместной жизни. Кстати, вот Эра Миронова, она работала очень с Аллой Борисовной. Клипы ей все снимала. Подожди, я тоже недавно рассказывала. А, значит, тогда до свидания. Встали и ушли. Это встали и ушли, понятно, в чей огород камень. Человек-праздник – тема для творчества неисчерпаемая. И если Галкин поет, то почему бы Баскову не пародировать? После развода Киркоров за все отомстит Алле и Максиму. Мне главное, чтобы он был жив-здоров. И я бы подольше пожила бы. Смотрите после рекламы. Битва за счастье Примадонны и, главное, страсть ее жизни. Где начинался самый загадочный роман десятилетия. Чего не знал Филипп Киркоров? Как он отомстил Максиму Галкину? Что сделала в ответ Пугачева? О чем много лет молчала Верка Сердючка? Как Кристина примирилась с Максимом? И как Алла и Максим готовятся к свадьбе? В самой откровенной премьере года. Смотрите сразу после рекламы. Я не знаю, вот судьба, не судьба притянула, затянула. И за уши не оторвать. И так легко. И когда, понимаете, чувство только увеличивается, укрепляется, растет взаимопонимание. И когда в трех ипостасях, так сказать, и физически, и духовно есть такая вот связь крепкая, то это просто дар, конечно, дар Божий. Их союз нерушимый, а путан тайными не меньше, чем другой. Республик свободных. Вот и пойми, с чего начинается дуэт с Галкиным. Это еще одна версия их первой встречи. Они познакомились у меня на студии. Это была веселая очень история, потому что, ну, я так думаю, что Максим, наверное, очень переживал. Ну, это всегда немножко нервозно, когда едешь знакомиться с Лугачевой. Музыкант и аранжировщик Анатолий Лопатин играет на нервах. Если Максим и Алла познакомились в его студии, получается, что трогательное знакомство в Витебске всего лишь красивая легенда. Ну, они как-то сразу вот это нашли, будь или не будь, нашли вот этот коленкор совместного общения. По официальной версии Алла и Максим записали свою «Будь или не будь» в июле 2001-го после знакомства на фестивале в Витебске. А по версии Лопатина, они это сделали в июне, еще до исторической встречи в гостинице. Если Лопатин прав, тогда понятен сарказм при Мадонне. Так уж конкретно, чтобы нас познакомил Филиппу так не было, но мы сейчас спустились в холл. Понимаете, и Филипп, и я, и Макс, и остальные. И мне говорят, вот Филипп, это Макс Калкин. Я говорю, очень приятно. Я не думаю, что это может называться, что нас познакомил Филипп. Как-то вскользь эту версию подтверждает Максим. Когда мы спели дуэт «Будь или не будь», где-нибудь там один раз попозировали фотографу, наверное, мы хотели, чтобы это как-то послужило в раскрутке песен. Но потом, когда это переросло в серьезные отношения, это уже совсем другое. После развода брошенный муж в долгу не остался. Он отомстит им со сцены. Жалко, что и не галка. Жалко, что и не галка. Хоть и делает вид, что все прошло, а жалеет, что не галка. В ответ Алла со сцены напоминает про рога. Мы ждем, вот если сможет вырваться Филипп сюда, то значит... А, то есть это не мой концерт, это пауза перед выступлением Филиппа. Спасибо тебе, Алла. Я понял, как ты меня любишь. Я должна была ответить. Я отпиливала Фили и его новые рога. Ах, Фили, он может обидеться. А мне нужно плевать, обидеться или нет. Ну вот, я откопал тут сессию старую, где вот они, то, что они с Аллой записывали. Но как вы спелись, только удивляется аранжировщик. Он не знал, какие муки творчества в тот момент переживал интеллигентный, начинающий артист. Естественно, я в себе сомневался, я был неуверен. И когда Алла мне предложила, я, естественно, согласился. Алла Борисовна предложила робкому Максиму то, о чем в России мечтает любой исполнитель. Как вы понимаете, одно дело, когда, если бы мне кто-то сказал, иди просто спой, а другое дело, спой с Аллой Борисовной. Понятно, что с Аллой я согласился петь. Она мне, понятное дело, подсказала, как чего. С тех пор они словно двуглавый ореол. Всегда вместе, даже если и смотрят в разные стороны. Советы какие-нибудь давала. Вот ты поешь, ты пой. Я же не советую тебе, как петь. Ну, не, ну Макс, он очень самостоятельный мужчина. Морелка, выглядящий очень молодо. Вот, а я, что я? Но надо отдать должное, что я человек довольно упрямый. И чем ближе к тому жанру, в котором я уже с 94-го года работаю, выступаю, чем ближе к этому жанру, тем больше я упертый. И, в принципе, меня сложно в чем-то переубедить. В этом творческом тандеме у каждого своя команда, сфера влияния и коммерческие интересы. Но их частная жизнь публику волнует не меньше, чем творчество. Со времен скандального развода с Киркоровым зритель полюбит читать их семейные тайны между строк. Ну, вот так вот с экрана, там, не знаю, вы любите, Максим? Конечно, люблю. Но все равно это все не так. Это очень интимное. И вот, по закону жанра, дела семейные выносятся на сцену. Ее не зря называют самой автобиографичной певицей. Я не знал, не гадал, не поверил бы я, Что теперь ты со мной, и ты жизнь моя. Милый мой, дорогой, как тебя не любить? Я хотела с тобой до конца жизни быть. Юрмала, 2008 год. Предсвадебный марш Пугачевой. Как и положено в таких случаях, букет летит в толпу. Мне главное, чтобы он был жив-здоров. Я бы подольше пожила бы именно в радости за них, и за себя, и за своих близких. Ну, подольше. Не говорю, там сколько. Это не метафора, а в буквальном смысле любовь, похожая на сон. Вещи сон Аллы Пугачевой. Помните, ей привиделся с ужин и ряженой. Цветы, танец и почему-то стеклянная стена. Я танцую с этим молодым человеком, который, как мне показалось, вот из того сна. Я думаю, ну а где же стеклянная стена-то? Думаю, ну а если так вот эту стену в метрополии, она такая зазеркальная какая-то, похожа на стекло? Думаю, ну не, не похоже, конечно, но в принципе где-то рядом. Где-то рядом это не считается, сказал я себе. У нее было несколько снов, в которых она вот видела свое будущее. И первый и второй сон осуществились, а в третьем как раз был я. Где-то мы танцевали. Быть вместе во сне и наяву – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Чтобы подробнее разглядеть тот вещий сон, мы еще заснем с Аллой Борисовной. А на тему свадьбы до поры до времени они только отшучивались. Мой юный друг, а свадьба-то, что ты можешь знать? Она у тебя была? Не, ну угроза-то висит все время. Со своими чувствами они переходят все границы. И вот мы уже в самостийной Украине. Именно здесь они впервые открыто сыграли любовь. Я мечтал бы увидеть ее в роли Джулии Ламберт. Играть Джулию Ламберт, актрису в годах, которая выходит замуж за юного карьериста, решится не каждая женщина. Но это, по крайней мере, трагедия. Поперник же собирался снять комедию «Буфонаду», где главные роли отводились Верке Сердючке. Алла Борисовна говорит, слушай, скажи мне, а чем я тебе не проню? И тут я подумал об Андрее Данилко, который у Верки нашей Сердючки. И думаю, боже мой, что же я скажу Андрюше? И мне позвонила Алла Борисовна. И она говорит, Андрюха, так хочется поучаствовать в этом, с Максимом посниматься. Андрей Данилко должен был играть кисейную барышню Проню Прокоповну. В новой версии она Тони Коровяк. Галкин ее жениха. Я же не сразу понимала, предположим, что я привыкла советовать, скажем, другим. А тут советы выслушивались, но не принимались. Алла Борисовна решила спасти репутацию Максима. Открою вам секрет. Я надеюсь, что Алла Борисовна не оторвет за это голову. По сюжету, как вы помните, там главный герой, он сватается к героине. И Алла Борисовна мне сказала, но ты-то, как режиссер, понимаешь, что не должны два мальчика играть в любовь. Данилка говорит, не очень-то и хотелось играть в любовь с Галкиным. Уже тогда было ясно, что он нашел себе партнершу в кино и в жизни. Мне лично все понятно. Вот видно, как Алле Борисовне нравится Максиму. Вы меня просто разгорячили, распотронташили всю мою душу. Я заметил, думаю, вот если они скрывают свои отношения, то они этим участием в этом фильме себя выдали. Потому что, когда она говорит, кажется, фразу «Ой, девочки, как он мне нравится!» Она говорит мне о тролле персонажа. А это говорит Алла Борисовна по отношению к Максиму Галкину. Вот у меня было это очевидно. Ой, как он мне нравится, девчонки! Ой, как он мне нравится! Он такой в моем вкусе! Ой, он... Это судьба! Вот это студия, где дубль за дублем они крутили любовь. Режиссер говорит, такое бывает только в кино. Примадонна была рассеяна, как влюбленная девчонка. Она говорит, боже мой, я снималась без юбки. И подбегает, подходит к оператору, к Вадику Савицкому. Алла Борисовна спрашивает, Вадик, ну ты скажи, там хоть ребенка не было видно. Алла Борисовна потребовала, чтобы изменили финал мюзикла. Хэппи-энд. Они пошинились. Режиссер не возражал. Настоящая драматургия была не по команде «Мотор», а за кадром. Анекдоты про меня сочиняют. Анекдот был такой, я очень хохотал, когда я его прочел. Почему Максим Галкин не любит детей, боится конкуренции? Может показаться, это анекдот про их отношения с Кристиной. С самого начала они не были радужными. Когда при Мадонне было не смешно. Ее сердце оказалось между двух огней. Любимой дочери и нового любимого. Кристина всегда насторожена в начале, потому что она любит меня и волнуется. Смотри. И она проверяет навшивость. Ох, как проверяет. Мы не лезем в личную жизнь друг к другу с мамой и всегда узнаем самое последнее. А присутствие мужа в нашей семье. Что я, что она. Мы же знакомим с фактом. В этот раз знакомство с фактом, мягко говоря, не вызвало у Кристины энтузиазма. Мы пару раз даже с ним конфликтовали вот в этом таком, так скажем, в нашей привычке что-то съязвить, что-то сострить. Кристина человек с характером. Она очень любит семью. Она, безусловно, беспокоится очень за маму. И она ее очень любит. И, конечно, ей не безразлично, кто рядом с Аллой. Я просто очень такой вспыльчивый человек. Поэтому я могу так как-то быстренько вспыхнуть, сказать, а потом остыть и быть опять нордической девушкой. Их словесную дуэль можно было бы издать отдельным сборником анекдотов. Кристина называла его Максим Алкин. Юморист парировал. Наша доча шутит. Дочка и дочка. Я дочка все странные. Понимаете, уже скоро бабушка буду, а все буду в дочках ходить. Это уже неизбежность какая-то. А вы к Максиму как обращались? Просто по имени? Ну, конечно. Бабушка. Столько их было, знаете, папа в моей жизни. Чёрный Роллс-Ройс благородно урча мотором паркуется у мультиплекса. На закрытый показ прибывает главная пара страны. Кинозал на тысячу мест в ту ночь был закрыт на спецобслуживание. Предпремьерный показ любовной комедии, где Кристина сыграла главную роль. А тёти тоже хотят на оленях покататься. Чего ты? Чего ты? После просмотра Алла Борисовна, как обычно, откажется в суе давать комментарии. Как ареста добрый фильм возвращается. А в самом откровенном интервью года скажет, в жизни бывает и не такая любовь-морковь. Иногда он просто намного старше меня. Намного. Ты старичок такой? Ну да, вот он. То ребёнок, то вдруг старичок какой-то такой мудрый. А я тоже, ну в детстве-то не впадаю, конечно. Но во мне очень много есть наивного. Несмотря на возраст и жизнь. И вот этот мир циничный. Я всё равно очень внутри себя наивная или хочу быть такой, не знаю. Мне легче быть доверчивой, наивной и романтичной. Может быть, эта наивность и победила семейный распри между самыми дорогими её сердцу людьми. Но потом это всё как-то окулиглось. И мы просто теперь знаем характер друг друга. Теперь нам легче общаться. Ну, Максют он всё у нас выдержал. И её шпильки, и её... Ну, может, она и права. Просто вижу по настроению, по общению, что это сгладилось. Когда закончились съёмки мюзикла, за двумя зайцами эта личная победа Примадонны была ещё впереди. Кстати, символичное название. Тогда она не то чтобы гналась сразу за двумя, а скорее мечтала примирить. И кто за это бросит в неё камень? Мы выпили. Вот я у Борисовны так, что-то водки за окончание. И Максим бегал, нервничал. И я говорю, Максим, ну что ты там? Ну ты не хочешь... А он не пил. Ты не пил. Да дай другим выпить. Ну, в шутку, да? И Алла Борисовна поставила как-то так крюнку и говорит, Андрей, Максим не любит пьяных женщин. Ему ещё так это как-то так в голову как-то... С тренировок. С таким беспокоиться, что была Борисовна лишняя рюмкина героя. Мы с ним пьём игристое вино жизни, мести. И нам очень хорошо. Когда не хочется, чтобы было много народу, когда хорошо вдвоём. Разве это не приметы того, что люди совместимы? Говорят, вот так, по капле, Галкин изживал мадам Брошкину из Примадонны. Хотя сам всегда говорил, человек, который не пьёт, али хворый, али подлюка. Хотя поддать может. Тут некоторые, да, удивляются очень, что он может в стакан засадить. Ничего. Ничего, только веселее скажем. Умеет. Умеет держать удар. Умеет. Ну, это же по праздникам. Такого нет, что пошёл, напился, вы говорите. На публике они никогда не бывают на показ пьяны от любви. Ни объятий на камеру, ни поцелуев. Максимум, что могут себе позволить, появиться, держась за руки. Притерки бывают, конечно. И у нас были там какие-нибудь непонимания. День это будет, два дня, месяц, год. И мне вот достаточно, потому что я не особо рассчитывала какие-то долгие какие-то отношения. Смотрите после рекламы. Примадонна и её долгая дорога к счастью. Для кого Максим построил свой замок? Зачем Алла попросила переделать бутуар? Как Максим и Алла готовятся к свадьбе? И кульминация откровений Примадонны. Что она думает о той, кто будет с Галкиным после неё? Смотрите сразу после рекламы. Старушка Европа готовится к свадьбе наследного принца Уильяма и его избранницы Кейт Миддлтон. Сент-Джеймский дворец разослал 2000 приглашений с королевским вензелем. К этому событию отчеканили даже монеты с портретами молодых. У нас вероятная свадьба Примадонны и наследного принца эстрады тоже целая индустрия бизнеса. Поэты-песенники в последнее время особенно плодовиты. Я когда написал текст и знал, что её Максим будет петь, я уже понял, что песня будет об Алле Борисовне Пугачёву. Максим и Алла как Бэтмен и Робин – персонажи, которых знает каждый школьник, не говоря уже об их родителях. Для многих они наше всё. Кажется, она добилась всего, о чём можно мечтать. Примадонна, женщина, которая поёт. С годами все как-то забыли, что в первую очередь она просто женщина. Когда вы два раза уже или три раза чуть не попадаете, а тот свет, то начинаешь каждую минуту дрожить. И думать, какое счастье, что тебя нервирует. Какое счастье, что тебя понимают. Какое счастье, что не нянька этому человеку, который с тобой рядом. Который, наоборот, может быть нянькой вдруг тебе. И какое счастье, что я могу себя чувствовать женщиной. Женское счастье, был бы Галкин рядом. Но он всё больше принадлежит к проектам, в которых работает всё меньше себе. Ты будешь, ну когда уже там отюморишь всё, будешь выходить на сцену так, рассказывай о Пугачёвой. А ты будешь показывать. Ты думаешь, я доживу до этого? У него уже готовы наброски из цикла «Я видел тех, кто видел Примадонну». Взять хотя бы чиновников её эпохи. Квартирный вопрос, у них диагноз. Али предлагали разные, ну, в своё время места жительства. Она каждый раз отказывалась из-за названия. Ну, естественно. Ей сначала предложили переулок, который называется «Последний переулок». Она говорит, ну как я могу жить в последнем переулке? Я уже вижу эти заголовки. Свои последние годы она провела в «Последнем переулке». Исторический центр древней столицы. Переулочки – милое сердце любого москвича. В этих уютных местах Примадонне предлагали квартиры. Первый – Зачатьевский, но почему первый – Безбожный, тем более не годится. А вот Филипповский. Представляете, сейчас у нас Филипповский переулок. Киркоров тут же переселился в этот же дом. Слава богу, у него другой стояк. Вот. И... В коммунальном смысле, ну... В коммунальном смысле Галтин теперь может позволить себе гораздо больше, чем его опальный сосед. По данным Форбс, за прошлый год заработал более трех миллионов долларов. Завистники скрипят зубами. Куда ему столько денег? Все в дом. Есть на что жить. Хотя с этим замком уже так уже субы на полку скоро положат. Положат он, он. Потому что он гордый, он не принимает ничего же никаких. Да, все сам, сам. Но какое это счастье иметь человека, который строит дом. И не простой дом. Кстати, со стеклянной стены. Сразу видно, что архитектор искал вдохновение в романском стиле. Покопавшись в истории, архитектурный критик Николай Малинин легко находит похожие мотивы. Ну вот смотрите, да, пожалуйста, замок Людвига Баварского и замок Максима Галкина. Мне кажется, просто вот здесь очевидно, да, некое генетическое родство. Когда я посмотрел на эту фотографию, то есть ты понимаешь, что вокруг вот она Россия, да. И как еще можно жить в этой России, кроме как не забравшись в какую-то крепость, а только замок и спрятавшись там за глухими стенами. Но от кого же прячется за крепостными стенами член правящего эстрадного тандема? Деревенский рад и соседству с молодым барином. Вот один человек нормальный, который дал работу. Вот это, сейчас там наши пенит, видите, за выражение. Вот это, хоть возьмите наш сархоз, хоть дженер эти. Нигде работы не найдете. Молодежь спевается, скуривается. Все. Хоть у Малкина есть работа. Я когда строил такой дом, в принципе, мягко скажем, заметный, ну, я, конечно, понимал, что на него будут обращать внимание, но, честно говоря, я не готов был к такому какому-то повальному вниманию. Еще бы! Шесть этажей над уровнем жизни, да на фоне пасконной русской грязи. В смысле деревни грязь. Публика взволнованно обсуждает замок. Кому есть дело, что он строит свой дом? В понимании семейный очаг. Собираюсь там жить с Аллой. Здесь меня мужик проведет, понимаете, собственное жилище. У меня в жизни такого не было. Интересно. Попробуем. Ну, я постараюсь там внести их в такую. Там есть что добавить моего. Что касается, собственно, Алиной части дома, где там ее гардеробные, спальня, ванная, я все сделал сам, ну, примерно знаю ее вкус. И, честно говоря, по-моему, угадал. Только буквально она обои поменяла. И кровать ей не понравилась, ее. Чего он сказал? Да он меня вообще не пускает в эту внутреннюю отделку. Ну, я так иногда возникаю. Конечно, мне вот это вот, ну, достаю, достаю, пилю-пилю потихонечку. Ну, правда, вот, что касается моего бадуара, я сказала, вот, я хочу, чтобы у меня был такой бадуар, как у звезды уже в возрасте. Хочу, чтобы вот это вот все это вот... Ну, сумела только поменять кровать на более простую. Я сказала, что я не могу спать на такой королевской кровати. Где-то должна быть уже просто девушка. Ха-ха-ха-ха. И все. Без коронта. Если уж речь зашла о кровати, вернемся к постельной теме. В смысле, к вещему сну Примадонны. Я чувствовала и понимала, что он прекрасный любовник. Алла Борисовна, вы там поосторожнее, во сне-то. Нас дети смотрят. О стеклянной стене и сна, пожалуйста. Он строил свою мечту. И вот ради чего он строил? Неужели ради этой стеклянной стены? Вот я все думаю, неужели вот это вот... Если это так... Я когда ее увидела, я обалдела. Почему именно стеклянная? В замке вдруг стеклянная стена. Почему она там? Кажется, все. По закону жанра осталось сыграть свадьбу. Да? Да. Алла говорит о таком уже финише. Я имею в виду всякие, я не знаю, там, штучки, дрючки, цветочки, лампочки. Не для себя стараюсь. Я стараюсь для тех, кто потом будет тут жить и командовать, и править, и хозяйкой балов. Знаете, когда я вижу чуть ли не до слез в глазах обида, я, конечно, себя очень корю. А сейчас думаю, какая же ты дура. Ну, хорошо, и живи ты себе на здоровье. И я себе поклялась, больше уже ни о чем не думать. Как я никогда не думала о завтрашнем дне, так и не думай об этом. Радуйся жизни. Но только в развязке свадьбы не будет. Давайте свадьбу, давайте же там в паспорте. Ну, чушь собачья, понимаете? Это никому не надо. Это по молодости, может быть, интересно. И для рождения детей, там, не знаю, так, чтобы законорожденные были, все. Ну, у нас сейчас такой период, что нам это совершенно не надо. Люди, которые хорошо относятся ко мне и к Али, они уже рады, что нам хорошо. И я не думаю, что им так важно, пойдем мы в ЗАГС или нет. Люди, которым мы не нравимся, ну так они только из злорадства могут говорить. А, еще поженятся. Это тот случай, когда любовь без штампов. Да, есть разница в возрасте. Но вам-то какая разница, если они счастливы вместе? К сожалению, по поводу того, что я не родился раньше, они быстро проходят, потому что мы идеально подходим друг к другу. И, вы знаете, так редко случается. Единственное, что вот я все уже замечаю, что когда я счастлива, то я не пою. Петь не хочется. К лету он планирует достроить свой дом. Дерево Максим уже посадил. Остались приятные семейные хлопоты. Первые года 2-3 у нас могли возникать ссоры, мы могли поссориться, там не разговаривать несколько дней. Да. Но сейчас все-таки практически этого не случается. Ну, потому что как-то мы уже поняли друг друга. Максим, моя последняя любовь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!